Спонсор передачи «Город женщин» Дом ткани Яку Тюрия. Доброго дня. Снова понедельник, снова программа «Город женщин», снова наша троица, святая или нет, я полагаю, мы сами здесь разберемся, Александра Иванова и Ирина Дегтярева. Добрый день. Ну, темой программы сегодняшней мы избрали страшное слово «прокрастинация». Александр, что за зверь такой, с чем его едят? Модное сегодня слово «прокрастинация» образовано от латинского «crastinum» и «pro», и буквально означает «назавтра». Это ситуация, когда человек постоянно откладывает важные дела на завтра. Ну, надеюсь, Ирина, ты не отложишь на завтра то, чем собираешься нас кормить сегодня? Ну, то, что сегодня, конечно же, нет, потому что мы сегодня будем квасить капусту, для нее самое время. Действительно. Еще раз доброго дня. Ну, а начнем мы с того, что стало уже привычным, а для женской программы это просто логично. Гороскопа. Не важно, как мы к нему относимся, важно, что к нему можно прислушаться. Посему приглашаю Риту Макарова. Приветствую вас в нашей еженедельной рубрике. Пока многие телезрители удивляются, что прогнозы сбываются, Я, в свою очередь, хочу сказать, что во всем виноваты только звезды. Давайте же прислушаемся к их советам. Овны. В этот период вам лучше усмирить свою ревность и оставить чувство собственности где-то далеко внутри. Только тогда ваша личная жизнь наполнится позитивными эмоциями. Тельцы. Сейчас вы привлечете к себе много внимания. Поверьте, это не из-за вашей насыщенной деятельности. Могут появиться завистники. Но помните, собаки лают, караван идет. Близнецы. Вам будет казаться, что на вас оказывают давление. Но поверьте, это точно. Вам просто кажется. Вы просто огорчены наступлением холодов. Но не переживайте, ведь скоро Новый Год. Раки. У вас появится желание проводить время с друзьями, возвращаться домой с радостью и делиться впечатлениями. Ноябрь пройдет для вас очень уютно. Львы. Вопросы, связанные с финансами и родными, выйдут на первый план. Вы будете очень активны и деятельны. А вашей энергии хватит на то, чтобы зарядить ею всех окружающих. Девы. Велика вероятность получить предложение руки и сердца, а личные отношения точно окрепнуты. Ваш избранник с удовольствием потратит деньги на себя, но и на вас. Весы. Желание перемен возникнет в середине месяца. Как будто вы достигли горизонта и для вас открылись новые перспективы. Но придется немножечко постараться. И все будет хорошо. Скорпионы. В начале ноября вашими лучшими друзьями станут смелость, активность и напористость. Главное – активность. И не забывайте правильно питаться. Стрельцы. Вам, наоборот, нужно проявить терпение. Это хороший период для тех, кто не будет идти на пролом. А готов быть гибким. Сможет прислушаться к другим и проанализировать свое поведение. Козероги. Сейчас удачное время для привлечения в свою жизнь новых знакомых. Не забывайте о путешествиях и о море. Ведь оно намного ближе, чем вы думаете. Водолеи. Основной движущей силой карьерного роста станет ваше чистолюбие. Не обращайте внимания на мнения окружающих. Делайте так, как считаете нужным. Рыбы. Планета Венера сделает вас еще обворожительней и привлекательнее. Не прикладывая особых усилий, вы станете центром притяжения противоположного пола. Дорогие телезрители, не забывайте тепло одеваться и чаще улыбайтесь окружающим. А с вами была я, Маргарита Макарова. До встречи на следующей неделе. Если бы в тот момент, когда Рита рассказывала о гороскопе, показали бы, что происходит в нашей студии, я полагаю, мы затмили бы любых звезд. Но, тем не менее, время рубрики «Счастье быть собой». И Саша уже готова нам много чего рассказать. Сегодня мы с вами говорим о прокрастинации. Это сейчас стало действительно такое частое явление. Очень многие жалуются, что откладывают каждый раз важные дела, которые сами вроде бы и запланировали, и захотели сделать. Есть такое дело, да. Да, и постоянно откладывают их, и от этого начинают нервничать, тревожиться. Некоторые считают, что это лень. Но на самом деле прокрастинация, в отличие от лени, сопровождается именно тревожностью. И этот человек, он что-то делает, но делает не то, что хотел важное, а какими-то второстепенными делами заполняет свое существование. То есть, когда я лежу на диване, ленюсь и читаю, это значит, я прокрастинирую, что ли, в этот момент? Когда человек отдыхает, да, и действительно радуется тому, что он имеет возможность отдохнуть, или же ленится с большим удовольствием, то это все нормально. А прокрастинатор, это человек не ленивый, это человек, наоборот, с очень высокими стандартами относительно себя, который не может заняться из-за высокого уровня тревожности, беспокойства, не может заняться тем, что действительно важно для него. Понятно. И вот сейчас мы с вами разберемся с одной из причин, откуда берется вот это вот неприятное состояние. Как вы знаете, очень часто в детстве преподаватели, родители бывают очень строгие, из лучших побуждений заставляют ребенка делать что-то, достигать каких-то целей, причем зачастую не те, которые ребенок хотел, а своих собственных, да? Ну вот возьмем такого вот человечка, когда он ходит по доске, да, представим, он это все спокойно делает, может прыгать, и даже если упадет, ну ничего страшного, он встает. Но очень часто родители бывают чрезмерно строгие из-за, ну, малейшей какие-то оплошности, допустим, четверка, это недостаточно для тебя, да, вот из лучших побуждений начинают ругать. Это лучшие побуждения, это перефекционизм какой-то. И у ребенка действительно формируется страх ошибки. То есть в его представлении, как будто бы эта доска поднялась на 30-метровую высоту и стоит между двумя зданиями. Представьте, вот только что ты по ней ходил, но когда страх ошибки, ошибка здесь становится просто каким-то провалом, концом света. То есть той высотой, на которую поднимается, собственно. Да, очень высокие требования к себе, и ошибка сравнивается просто вообще с катастрофой. И представляете, как трудно тогда человеку перейти, вот сделать какое-то действие, да? Из-за этого он откладывает свои дела какие-то, да? Да, потому что лучше страшно. Боится ошибиться, получается? Да. А представьте, вдруг сзади начался пожар. И надо бежать. И надо бежать. И тогда человек уже, ну и куда деваться, он бежит, да? И вот таким образом он формирует цикл прокрастинации. Создает себе дедлайны, горящие сроки. Это тоже я. Когда сзади уже подпирает огонь, и ты вынужден бежать. Представляете, каково его состояние? Нет, которые как от этого получают? Они тянут до последнего, а потом раз и выдают на гарантию. И вы знаете, это начинает превращаться в такой нездоровый цикл. То есть человек откладывает, потом начинает нарастать переживания, беспокойство. И только когда это уже доходит до крайней стадии, человек делает, откладывая все вот на последний момент. Так, но можно ли как-то это избежать, с этим работать вообще? Теперь, когда мы знаем, откуда это берется, да, и мы понимаем, что нельзя относиться к тебе вот так вот строго, как голос из детства, потому что вы уже другой человек, вы не ребенок, которому можно было указывать. Простите, но стандарты снижать тоже нельзя. Дело в том, что... Требования к себе снижаются, к работе. Разница между прокрастинатором и трудоголиком как раз, он очень отличается от эффективного и продуктивного человека с высокими стандартами. Потому что, делая все в последний момент, человек не соответствует своим собственным стандартам. Ну, зачастую, да. Он делает уже с погрешностями, недоволен, да, он не проявляется во всей своей мощи, и в итоге опять у него нарастает вот этот вот цикл беспокойства, и все усугубляется. Но представим себе, если бы вот здесь вот под этой доской у него была бы страховка. Плотный такой, как батут, да. И вот он, допустим, упал, подпрыгнул, ну даже упал, ну пусть это будет неловкость, но опять же это не смерть, да, подскочил снова. Как вы думаете, как создать эту вот страховку? Что это за страховка, которая позволит нам совершать свои проекты, не бояться того, что мы несовершенны? Не знаю, я не могу сформулировать этого. Да, это очень интересно. Итак, запас времени, вот, кстати говоря, большинство людей пытается тайм-менеджерскими способами решить вопрос прокрастинации, да, но, к сожалению, это не особо помогает, потому что тот вопрос, как вы понимаете, не в неорганизованности, а вот в этом болезненном ощущении, когда человек идентифицирует себя с работой. То есть я – это моя работа. Я хорош только, когда я хорошо выполняю свою работу, и все это идет из детства, из вот той негуманной педагогики, через которую вот ему пришлось пройти. Но вот тут нужно разделять, что я – это я, а моя работа – это моя работа. И я несовершенен, как и все люди, я могу совершать ошибку, и ничего не случится страшного, даже если я ее совершу, это будет мой опыт. Так вот, эта волшебная страховка – это есть чувство собственного достоинства. Высокая самооценка. Как все просто оказалось, да. Да, безусловная своя значимость, которую, к сожалению, не все смогли получить в детстве. Как я сказала, из лучших побуждений часто родители хотят научить своих детей быть эффективными, а не понимают, что закладывают вот этот вот цикл, который ведет их как раз… Постоянно к неудачам. Да, ведет к неудачам, именно. И к нервным срывам. Да, и мы сегодня поговорим о том, какие могут быть еще другие причины прокрастинации. Но вот по поводу чувства собственного достоинства, как, девочки, его развить? Если вот, ну, ты все-таки дожил до какого-то времени, во-первых, мы разводим понятие «я» – это я, мои поступки, в том числе и моя работа – это, ну, другое, да? Нет, я – это мои поступки, но работа – это работа. Нет, я – это не мои поступки, я – это намного больше, а мое поведение – это часть моей личности, это часть моих проявлений. Говорят, иногда нужно вообще отказаться от всех дел, вот просто пойти, лечь на диван и лежать. Наверное, я самим собой, да? Здесь очень важно проводить с собой внутренний диалог не в том критическом ключе, к которому вы привыкли. Ну-ка, соберись, получи волшебный пендель, тряпка, ну, что-то в таком духе, потому что это несовместимо с чувством собственного достоинства. Соберись, тряпка. Да, а мы говорим о себе, совершенно учимся говорить о себе и с собой уважительно договариваться, да? Но для этого хорошо было бы получить какое-то признание со стороны, потому что это и убеждает нас, что мы хорошие профессионалы. Вот как раз-таки вопрос в том, чтобы это изнутри почувствовать, а не дожидаться признания со стороны, да? Мы говорим с собой и о себе в исключительно положительном ключе, да? Формируем новые установки, говорим, да, ошибка – это нормально, я ошибаюсь, как и все люди, я несовершенен в любом случае, я найду способ исправить, я найду способ жить дальше. И что бы ни случилось, моя самооценка никогда не пострадает и устоит. Очень хорошо. Впереди у нас немножко рекламы, а после вернемся к интереснейшей теме. Причем здесь вот есть очень интересный момент, когда человек, например, на работе откладывает все время свои дела, да, и попадает уже в определенный цейтнот, то, естественно, начальник, ну или это может быть в семье, да, человек какой-то контролирующий начинает торопить, подбадривать или, может быть, достаточно резко даже требовать, да? И в это время включается старая вот эта идентификация с родителем строгим. И тогда, поскольку ты же уже взрослый человек, да, начинается бунт, формируется такая вот установка, я не хочу это делать, меня заставляют, но я же не тварь дрожащая, и начинается протест внутренний. Я право имею и начинаю, да. Да, внутренний протест, саботаж, вплоть до того, что даже человек может себя травмировать как бы случайно, испортить что-то из оборудования, заболеть и так далее. Это тоже форма протеста организма. Да, потому что человек начинает выступать против кажущегося, ну, принуждения к действиям, да, хотя ведь это его собственная работа, его собственный выбор. И вот здесь как раз важно пройти дальше этого и сказать себе, сформировать новую, значит, такую установку. Я взрослый человек, моя работа – это мой выбор, я никому не позволю влиять на свой выбор, да, то есть использовать как бы прокрастинацию против нее самой, потому что я выбираю, что делать, и я отвечаю, я решаю, я хочу. И вот здесь вот очень важно, кстати, отслеживать даже мысленно, когда мы говорим себе «я должен», «нужно» и так далее, то есть это как раз признак прокрастинации, когда очень много вот этого долженствования, да, напоминать себе каждый раз. Это мой выбор, моя работа, моя жизнь, это все в моих руках, я всегда могу. Я поняла. Я хочу помыть посуду. Это мой выбор. Да, конечно. И так каждый день. Да, то есть мы делаем акцент, что я не жертвам своего начальника или там своей семьи, я человек, который отвечает за свою жизнь и строит ее так, как мне нравится. Так. И знаете, есть еще интересная причина, которая часто достаточно встречается. Люди начинают прокрастинировать из-за того, что хотят быть максимально эффективными и ради этого забывают об отдыхе. Даже когда у них спрашиваешь, как ты отдыхаешь, как ты развлекаешься, а что значит развлекаешься, я не развлекаюсь, говорят они, да. То есть вот эта вот установка, что ты постоянно должен работать, чтобы быть оцененным, что ты постоянно должен действовать, быть занятым, на самом деле это, конечно же, как и во всех этих установках, они иррациональные. Здесь нет логики, они нелогичные. Человек забывает о том, что отдых, развлечение – это обязательно важная часть работы. Здесь какое у нас может быть решение? Запланировать, ну такое как бы антирасписание, запланировать отдых и выполнять его со всей ответственностью. Мне нравится это. Да, и повышается качество жизни, настроение, появляется энтузиазм. Вторая часть – это делать промежутки работы очень короткими, по 30 минут, это же каждый может сделать, да. Даже самый махровый прокрастинатор 30 минут может поработать. И вставить это тоже в расписание. И еще один момент – обязательно себя хвалить. Хвалить, делать себе подарки, да. В частности, тот же запланированный отдых может быть подарком. Понятно, да? То есть запланировать отдых и запланировать короткую, но максимально эффективную работу. Хвалить себя обязательно нужно. Обязательно хвалить себя, делать себе подарки. Так, еще причины есть прокрастинатор? Это называется… Вообще причин на самом деле достаточно много. Конечно, в рамках формата нашей передачи мы можем только прикоснуться слегка, да, такими общими штрихами наметить. Но есть возможность обратиться к личному, на личную консультацию прийти, да, найти… Даже есть такие возможности, вот, например, мастер-кит такая программа, когда человек приобретает ее электронный, как бы, да, тренажер и работает со своими вот этими установками в электронном виде. Но еще раз, основное, конечно, это формировать свое чувство собственного достоинства, самооценку свою, относиться к себе добрее, понимать, что нам нужен отдых для того, чтобы эффективно работать. И, кстати, я бы посоветовала бы, наверное, в части отдыха, если уж вы его запланируете, прочтение журнала «Журфикс». Не потому, что мы с Сашей являемся авторами этого замечательного журнала, мы его очень любим, мы ценим все те материалы, которые помещаем с любовью туда, и не только мы, там группа большая, очень плодотворных авторов. Это очень интересная тема, здесь прекраснейшие герои, новый свежий журнал, вот, вы видите перед глазами. Я надеюсь, что если вы где-то его встретите в киосках, вы непременно его купите и никогда не будете разочарованы. Уж это мы обещаем вам обязательно. Ну, а я готова пригласить сюда в студию нашего гостя, это Иннокентий Тейторохов. Мы его знаем как человека, который, ты сказала, что невозможно вот так вот эффективно планировать, а этот человек является живым доказательством, как можно эффективно планировать, как вообще превратить планировщик в своего друга, никак не во врага. Иннокентий, прошу. Добрый день, здравствуйте. Давайте вот для начала скажу, какие вы все тут красивые, обворожительные, очаровательные. Спасибо, спасибо. Благодарю вас, что пригласили меня вот на передачу. Вот я хочу здесь передачи презентовать вам, так как тема касается прокрастинации, как с этим бороться, да, вот, одно из, как говорится, инструментов. Вот я вам сейчас раздам планировщик, который вот я разработал сам, и сейчас про него вот буду рассказывать, да. Очень много услышал таких хороших, полезных прямо советов, прямо очень много такого правильного, как говорится, рассказали. Еще вот добавлю, да, вот чуть-чуть маленько, да, вот про прокрастинацию. Когда есть вот такое вот то, что я не могу и не хочу это сделать, да, считайте до пяти. И с пяти до, там, одного, вот, то, что вот говорили, например, то, что я хочу помыть посуду, например, да. Вот обычно это говорят, там, дочке, сыну, там, или мужу, и когда говорят, не хочется этого делать, сосчитайте с пяти до одного и идите это делать. Вот и все. Для всяких внушений. Да, для себя это работает, это самая одна из простейших советов, которые, и практичных советов. Вот. Сам хочу сказать то, что, как говорится, несколько раз болел этой болезнью в жизни, прокрастинацией как таковой, да. Мы все через ее проходим. Да, мы все через нее проходим. Вот. И очень для себя, и как все мои друзья отмечают, я стараюсь очень много планировать. Вот. Конечно, это иногда бывает такое, что, о, господи, это планирование уже достало. И ведь тут счастье запланировано и удовольствие. Ой, там очень много чего запланировано. Вот. Дойдем до этого. Или это потом? Я хочу просто уже задать вопрос. Да, нет. Вот я просто предысторию расскажу, да, вот почему появился этот планировщик, который вот я разработал. Изначально, конечно, были простые ежедневники, простые работы на телефоне, да, вот как у всех. Но в какой-то момент она стала недоставать. То есть эта практичность с каждым разом меньше и меньше становилась. Да? Вот. И в какой-то момент, прочитав там разные методики, книги, очень много авторов, да, там, если кто знает, узнаете там Архангельского, Игоря Мана, и Гондопаса, и Анны Бетман. Очень замечательно. Вот. Ну, для себя еще... Вот сразу видно, два бизнес-тренера здесь сидят, два пауча. Да, давайте поговорим, да, сами. Они нашли друг друга. Да, да, да. Вот. Ну и перейдя сразу к делу, да, буду объяснять про него и что, почему и зачем я, откуда это взял, да. Да. Изначально, вот все говорят, и очень многих изданиях встречаюсь с тем, что всегда утро надо начинать с благодарности. Да. То есть мы благодарны всему. То есть это еще одна такая методика. Вот просыпаешься, ну, вспоминаешь день, который прошел, благодаришь за те дела и тех людей, которые прошли, и ты испытываешь опять те же эмоции. За то, что у тебя есть, да, благодаришь вселенную. Да, да, благодаришь за все хорошее. И там идет такая очень хорошая энергетика, мы там ее коснемся позже еще. Если время будет. Да, если время будет, да. Тут я понимаю, что времени очень мало, поэтому очень как бы... Поэтому давай, можно я уже спрошу? Вот смотри. Ничего, что я на ты. Да. Вот тут стоят дела каждый час, но, простите, это слишком много дел. Но... Ведь их не может быть больше, чем часов в сутках, но их все равно гораздо меньше должно быть, чем часов в сутках. А у тебя стоят буквально с 6 утра и до 22.00. Это же невозможно? Ну, это возможно, да. И тут еще такой момент есть, то, что есть жесткие задачи, есть гибкие задачи. То есть мы дела, еще плюс стресс, который вот очень всем интересен, да, происходит из-за чего-то, что мы не успеваем дела сделать. Напишем очень много. Всегда нужно... Как вот может не писать? Нет, делать с запасом. Вот. А написание, это все равно, что идет как программирование. Даже не для себя, а для жизни своей, для дня своего. То есть то, что мы напишем, оно так и случится, так и будет. Вот. И плюс еще там изначально, кстати, начиная, как говорится, маховик своего времени, да, и своих удачных дел, желательно с утра начать с трех дел. Три дела какие-то пишите, сразу их делаете, у вас чувство того, что вы человек дела, и прокрастинация про вас забудет, как говорится, и вы про нее забудете. Но моя лень мне уже подсказала. Моя лень мне уже подсказала, как я обману этот суперпланировщик. Ну, там разных моментов много. Слушай, ну он просто гениальный, мне так нравится. Мне нравится то, что здесь есть и цитата дня, и дело дня, и альтекс дня. Ну вот, подожди, Александр, вот подскажи мне, смотри, тут каждый день, получается, надо прописывать не только цель дня, но и цель недели, месяцы, и цель года. Зачем это делать каждый день? Это, знаете, это такой есть анекдот, да? Вот здесь написано. Да, спросил человек у Бога, да? Цель дня. Как я живу? Как бы, нормально или нет? Он говорит, живешь-то ты нормально, но, говорит, зря. Но вот чтобы вот такого не было, у каждого человека должны быть свои цели, да? То есть он нацелено к чему-то идет, и все пункты суперпланировщика, да, как я его называю, они касаемо вот этого, целеполагания, как к нему идти, к этой цели. И всегда важно помнить, что счастье не когда ты достигнешь цели, а счастье в процессе всего. Хорошо. Это очень важно. Неужели? Иначе, кажется, ты работаешь, работаешь, заработаешь, еще работаю, и еще работаю, а зачем тогда жить? Проще вот лезть и умереть, когда только работать, да? А мы понимаем, что это и есть счастье. Ну, то есть ты, Александра, одобряешь, я так понимаю. Ой, я просто в восторге, у меня даже слов нет. Как мне это нравится? Мы еще до колеса жизни еще не дошли. Да вот я вижу. А что такое колесо жизни? Колесо жизни, да? Это вот этот кружок вот этот? Вот очень хорошее выражение, вот спрашивает, что для вас счастливый день, спрашивает. Ну, для меня, и вот, но я еще не скажу, что это я сам разработал, я просто собрал. Это вот есть очень хороший психолог и тренер Анна Фельдман, вот, и у нее есть программа счастливого дня. И вот когда спрашивают формулировку счастливого дня, очень понравилось то, что она сказала, это день, в котором мы затрагиваем все области, все области тех, которые нам важны. Это семья, работа, отношения и отдых. Ну, плюс еще кому, еще как, да? Вот. И в колесе жизненного баланса, я думаю так, то, что каждое дело нужно распределять вот именно. И колесо же кругое, и если вы все будете затрагивать, и все будет равновесие и в гармонии, оно у вас покатится, жизнь будет интереснее и, самое главное, полноценной. Вот, что самое главное. Как говорится же, жизнь это не те дни, которые вот мы прожили, а те дни, которые мы запомнили. Начинаем с благодарности, а заканчиваем чем? Самое главное. Подождите, подождите, подождите. На это потребуется чуть больше времени, чем у нас есть прямо сейчас. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после вернемся в студию. Я не знаю, насколько мы успеем проговорить все, что мы хотели проговорить, но на мужские мысли точно найдется время. И в том числе на суперпланировщик. А пока, внимание на экран. Не утихали словословия Александры в адрес этого суперпланировщика, но к нему мы вернемся чуть позже, потому что впереди у нас очень интересная рубрика. По крайней мере, мы все надеемся, что она станет очень интересной. Она называется «Мужские мысли». Сейчас-то мы узнаем, что они о нас думают. Сергей Вострецов. Человек, который построил карьеру благодаря своему голосу. Именно его мы слышим не только на Первом, но и на других федеральных каналах. Тембр, который покорил не одну телезрительницу, А сегодня, специально для нашей программы, он поделится своими мыслями о женщинах. Привет из московских пробок. С вами Сергей Вострецов. Да, знаете, когда мужчина находится один сам с собой, или просто в голове мужчины, постоянно мелькают в основном только две мысли. Мысль о еде, но без этого никак, потому что мы как раз находимся в стремлении добывания, добытчики-охотники. Ну и вторая мысль – это женщины. Ну, разные мысли. Как найти женщину, как угодить своей женщине, как сделать так, чтобы она улыбалась, чтобы перестала злиться. Иногда, знаете, приходят такие мысли о том, что вроде бы делаешь все хорошо для женщины, для своей любимой. А она почему-то всегда недовольна. Поэтому я бы хотел дать несколько советов. Ну, даже не советов, может быть, мыслей на тему того, как было бы мужчине приятнее и желаннее возвращаться домой. Я думаю, лучше мотивировать мужчину не криками, нытьем, а чем-то нежным, приятным и добрым дома. Многие женщины для того, чтобы что-то получить от своего мужчины, начинают конючить, плакать. Это действие самое простое, абсолютно неумное. То есть так поступают женщины, которые не думают. Он сделает обязательно это для вас, но не потому, что он хочет вас пожалеть. Поначалу пожалеть, потом скажет, подумает для себя, лучше я это сделаю, чтобы она заткнулась. Никто не любит нытиков. Надо как-то, мне кажется, мотивировать по-другому. Не надо ничего просить. Мужчина сам для вас все сделает. Просто будьте нежный, добрый, любящий. А если мужчина вам ничего не дал, и вы не просите, он вам ничего не дает, значит, это не ваш мужчина. Лучше избавляться от этого ненужного груза. И, кстати, если вдруг, например, от вас ушел мужчина, не надо думать, что вас бросили. От вас кто-то ушел. Надо рассматривать это как пространство. Значит, у вас освободилось место. Освободилось место не обязательно для другого мужчины. Освободилось место для себя. Освободилось место для своих каких-то увлечений. Я хочу, наверное, посоветовать женщинам в первую очередь не то, чтобы как научиться себя правильно вести с мужчинами, а научиться быть счастливой. Счастливая женщина, женщина счастливой будет только счастливым мужчиной. А мужчину счастливым может сделать только женщина. Наверное, так. Смотрите передачу «Город женщин». Уверен, эта программа будет интересна не только женщинам, но и нам, мужчинам. Потому что, чтобы понять женщину, нужно погрузиться в ее мир. Но не так, без колготов. С вами был Сергей Вострецов. Хорошего дня. Всем пока. Мы не могли удержаться от комментариев. Естественно, пока Сергей говорил, мы разговаривали с телевизором в этот момент. Дурная привычка разговаривать с телевизором, она проявилась и здесь. Тем не менее, да, очень хорошо, спокойно проговорил то, о чем женщины и мужчины думают. Причем постоянно, наверное. Иннокентий, ты совсем согласен, что Сергей сказал? Ну, после голоса Сергея как-то так, такого профессионального, грубого, хорошего, такого, даже неудобно говорить своим голосом. Ну, да, я очень во многом согласен с Сергеем. И самое главное, совет всем мужчинам. Будьте внимательны, будьте, как говорится, чутки женщинам. Я, может, даже неправильно скажу. Интересуйтесь ее жизнью. Женщина – это главное для мужчины, для семьи. Женщина – это источник вашей энергии. Как приятно сказал. Да, это счастливая женщина, как он и сказал уже, это значит энергия для вас, энергия добра, любви, и все в вашей жизни будет получаться. А именно женщинам, я очень хорошие слова услышал от Тарсунова, да, вот если когда-нибудь посмотрите его тренинги, очень правильные вещи говорит про отношения, про семью, про отношения мужчины и женщины. Он всегда говорит только о том, что, со стороны женщины, я говорю, это как бы все послушайте, да, то, что каким бы вы хотели видеть своего мужчину, каким бы вы хотели видеть своего мужа возлюбленного, я не знаю, хоть кого назвать, говорите ему это, восхваляйте его постоянно, и чувствуйте это, самое главное. И чем больше вы будете чувствовать это, таким он и будет. Как приятно. Абсолютно точно. Этим мы занимаемся. С большим удовольствием. С большим удовольствием этим мы занимаемся. Так, у нас совсем немножко времени для того, чтобы можно было завершить тему нашего планировщика, вернее вашего, но я чувствую, что моим он тоже станет когда-нибудь. Ну, в завершение одно из самых главных, да, это самое главное в жизни и плюс еще во всем, это умение анализировать. Анализировать день, анализировать итоги, анализировать, что я сделал, и из этого делать выводы. Вот это самое главное. И в этом планировщике есть пункты достижения дня. Да, то есть вы всегда, продумывая день, понимаете, вот и сама оценка повышается, как вы говорите, самое главное, да. Вот. Радость дня. Думая об этом, вы будете вспоминать радости, какие в этот день они пришли. Люди дня. Людей очень много. Я сегодня обязательно напишу, что все люди, которые в этой студии, это я им благодарен, потому что они есть, и они станут людьми дня. Ну и, конечно, сложность дня, об этом никогда не стоит забывать. Вот. И благодарность дня. Ну, то есть мы начали утро, и наш день, и нашу жизнь благодарности, и заканчиваем, как говорится, перед сном. Тоже благодарность. Мы вам очень благодарны за этот труд, потому что я долго хотела сделать примерно так же, и здесь в идеальном виде, и с идеальным дизайном. Большое спасибо за этот подарок. Большое спасибо. Радательно воспользуемся. Спасибо большое. Спасибо, что вы нашли в своем плотном, я так подозреваю, графике, потому что здесь расписано, наверное, буквально все у вас в планировщике, что вы нашли время и для нас. Но, благодарю, у нас же есть время и для самого вкусного, того, чего мы ждем с Александрой, ну, если по секрету сказать, мы ждем прямо с самой первой минуты эфира, и это наша вкусная шкатулка. Она всегда нас удивляет. Чем она удивит нас? Сегодня мы узнаем уже через несколько секунд. Вы смотрите «Город женщин», и мы сегодня в самой уютной и вкусной рубрике «Шкатулка вкусных рецептов». И сегодня я пригласила к себе в гости замечательную хозяюшку, мамочку, жену Нюргуяну Гуренову. Здравствуйте, Нюргуяна. Добрый день. Очень рада вас видеть сегодня. Замела. И, как я уже сказала в самом начале, мы сегодня будем квасить капусту, да? Да. Расскажите, пожалуйста, что вы сегодня с собой принесли, и что именно мы будем делать. Да, мы сегодня покажем классическую капусту, именно вот квашение с яблоками. Обычно уже в октябре, уже середина октября, после покрова дня, начинают уже хозяйки все квасить. Сейчас самое время получается. Смотрите, свои тайны, свои инструменты. А мы вот сегодня покажем квашеную капусту с яблоками. Для того, чтобы выбрать правильный качан, мы руками вот так ощупываем и чувствуем, что качан очень плотный. То есть поздние спелые сорта у нас идут на заквашивание. И смотрим, вверх должен быть приплюснутый капусты. Сорт обязательно белокочанный. Белокочанный, на срезе он должен быть белый, да? И вот, да, очень популярна эта у нас слава. Так, вот сначала мы должны подготовить капусту. Есть такой резак. В этом году я сделала открытие для себя. Раньше шинковка была, но она очень много места занимает. Берем маленький ножик. Это вот для удобства, чтобы держать вместо ручки. И резаком, видите, какие тонкие, как лапша получается. Вот так просто и аккуратно. Да, очень просто и аккуратно. Мы шинкуем капусту. Можно его поворачивать. Вот. Видите, как удобно. Отправлено. Кстати, я хочу напомнить, что сегодня у нас посуда представлена в магазин Тискома, который вы можете купить ТРК от Умада, первый этаж, а также торговый центр, проспект, первый этаж. Тискома, все лучшее дома. Прошу вашей помощи зашинковать на крупной терке морковку. У нас идет на 1 килограмм капусты одна морковка среднего размера. Одно яблоко тоже вот среднего размера. Яблоко должно быть обязательно кисло-сладкое. Ну, очень пикантный вкус получается у салата. Они перенимают друг друга и витамины, и полезность, думаю, очень полезный и вкусный хрустящий салат. А еще можно груснику, еще можно клюкву добавлять. Да, клюкву, груснику, хрен, сельдерей. Ну, хоть что можно. Приправы, гвоздики, перец, горошка. А мы сегодня что используем? А мы сегодня чисто, вот только соль и сахар, и яблоки. Так, у нас капусту мы подготовили. Всегда узнаешь, что надо. А вот еще вопрос. Наши бабушки верили раньше, что капусту нужно обязательно квасить по дням, в которых есть буква Р. Вторник, среда. То есть по мужским дням недели получается. Да, по мужским четверг, кроме воскресенья. Среда. Вы в это верите? Ну, не знаю. Раньше лунного календаря тоже не было. Ну, как хозяйки тогда они квасили? Тогда, наверное, полна луни. И при растущей луне, наверное, скорее всего, они определяли. Да, 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 при растущей луне обязательно. Тогда получается капуста очень хрустящая. Вот как раз с 3 ноября можно уже квасить капусту. Капуста будет превосходно хрустящая, говорят по лунному календарю в этом году. Вот мы уже килограмм капусты нашинковали. Так, перекладываем в большую емкость. Емкость должна быть или деревянной, или стеклянной, или вот такой пластиковой для пищевых продуктов. Но только не алюминиевая. Вот, слой капусты ложим. Столько морковки хватит? А можно вопрос? А эмалированный та сразу не подойдет? Большая календарь? Эмалированный, да, подходит. Главное, чтобы она не железная и не алюминиевая, чтобы была. Любая посуда, кроме алюминиевой. Так, на один. Морковки, кстати, очень много ложить не надо, потому что капуста темнеет. В ней очень много сахара и быстро произойдет рожение. Некоторые вообще не кладут. Да, ну так все равно для красоты можно положить немного. Так, и мы сюда добавляем 20 грамм соли. Это на 1 килограмм капусты. А мы продолжаем сегодня квасить капусту. И приступили уже. Девяна, что мы делаем? Разминать нашу капусту. Берем 1 столовую ложку без горки. Это у нас получается 20 грамм соли. И чайная ложка сахара. Много не надо, потому что мы уже морковку добавили. 5 грамм – это 1 чайная ложка. Это на сколько капуста у нас? Это на килограмм капусты. 1 столовая ложка без горки соли. И 1 чайная ложка сахара. Соль именно должна быть каменная, крупного помола. Вот, перетираем, но не сильно переусердствуем. Смотрим, видите, сок вышел. Этого достаточно уже, чтобы капуста не была мягкая и вялая. Вот, теперь слоями разлаживаем в посуду. Ирина нам подготовила уже дольки. Вот, сердцевину убрали, семечки все убрали. Можно с кожурой, это не влияет на вкус салата. И вот так разлаживаем слоями наши яблока. Сверху прям. Да, сверху. Это мы, если мы солим, это в бочке или в тазу, да? Да, в любой посуду уже. И в банке тоже можно так сделать. Да, и в трехлитровой банке тоже очень хорошо получается. Вот. Потом идет опять следующий слой капусты. Затем опять яблоки. Затем опять яблоки разлаживаем. Ах, красота! Вкуснота какая! Да, это такой волшебный ритуал. Осень, через день. Да, на следующий день уже выйдет сок капусты. Сок должен покрывать полностью, потому что капуста потемнеет. А по вашему рецепту нужно протыкать ее? Да, вот мы сейчас к этому и идем. Это уже потом. Вот тарелка. Да, тарелкой по диаметре выбираем специальную тарелочку. Ставим груз в трехлитровую банку с водой. И на следующий день вынимаем этот груз и обязательно протыкаем его деревянной палочкой. Прямо до конца, до дна. Этот процесс делается для того, чтобы выпустить газ, чтобы капуста не горчила. Пузырьки и газ это самое правило того, чтобы правильно посолили капусту. Да, это идет брожение. И на третьи-четвертые сутки уже наблюдаем, там если пена будет, пенку снимаем. А если газы перестали выходить, все, капуста наша готова. И по своим каким-то понравившимся емкостям, кто на водоразовой посуде, кто в банках стеклянных. А вы как? Ну я в банках стеклянных, потому что мне больше с рассолом нравится. Ну я к мужу уже подхожу, там в гараже, у меня своя полка есть. Обычно берут, шарики делают и на балкон. Когда замораживаешь на улице, капуста она не хрустящая становится. Поэтому лучше хранить его в банках. Ну и следующий наш салат, это салат пилюска, по-другому называется по-гурийски. Это грузинский салат, больше 30 лет этому салату. Очень просто. Точно так же берем качан, выбираем позднеспелый сорт. И режем его прямоугольничками, квадратиками. Все, сюда мы сначала слой капусты ложим. Можно произвольно, можно там раслаивать, кому как нравится. Берем, вот я брусочкой, мне больше нравится, некоторым кружочками свекло. Это у нас салат, да? Это у нас салат по-гурийски называется. Салат у нас будет не маринованный. Он будет квашеный, потому что мы его зальем холодным маринадом. Если горячим маринадом и суксусом, это получается уже маринованное. Моркови немного меньше надо, то есть на 1 килограмм капусты, да? Одна средняя свекла и одна средняя морковка идет. Чеснок. Чеснок у нас одной головки хватит на 3-х литровую банку. Вот так разлаживаем красиво. Кому-то нравится сельдерей добавляют, но моим детям не нравится. Это мы все слоями, да? Это все слоями повторяем. Вот, и обязательно вот должен быть острый перец. Кружочками мы нарезаем. Он в самом конце добавляется? Именно вот этот острый пикантный вкус. А у кого дети, они могут не добавлять перец. Так, вот так. И опять же капусту мы разлаживаем. И все это дело мы заливаем рассолом. В рассоле точно так же. На 1 литр воды 1 столовая ложка соли, пол столовой ложки сахара. Можно добавлять уксус, можно не добавлять уксус. Вот я как говорила, горячим способом. А мы зальем его холодным способом. Вот у нас рассол готов. Вот у нас Юргуяна принесла уже готовый рассол. Времени мало, поэтому я до конца. Можно же будет в Инстаграме потом найти. Да, конечно, это все вы можете найти в Инстаграме. И вот так заливаем полностью, чтобы всю капусту покрывал рассол. И ставим в теплое место при комнатной температуре. Это на 3 литра сколько нужно рассол? На 3 литра полтора. Полтора литра. Полтора достаточно. Вот примерно я вот показала в банке, да? Надо немножко утрамбовать его. Вот, видите. И на следующий день такой красивый розовый свет будет. Кушать когда можно будет? Кушать уже на третьи сутки. На третьи сутки, да? На третьи сутки. Вот этот салат-белюзка, он хорош тем, что можно его всю зиму до весны готовить. Раз капуста, если у вас хорошо сохранилось, берете и на третий день уже можно эту капусту кушать. А как его хранить? Хранить его тоже точно так же в банках. Так же в баночках в холодильнике. Да, хорошо вместе с рассолом, конечно. Юргена, спасибо вам за то, что вы сегодня к нам пришли. Я хочу подарить вам два журнала. Самый вкусный кулинарный журнал номер один. Вкусная шкатулка рецептов у нас в республике. Это сборник рецептов якутских хозяюшек, вы знаете. И вот такие вот штучки. Я знаю, что у вас есть маленькая доченька, которая любит всякие сладости. Это от магазина Тискома. Спасибо большое. Ну что ж, я полагаю, впереди нас ожидает еще и дегустация. Не знаю, как. Три дня мы ждать точно не будем, но мы продегустируемся непременно. А пока предлагаю окунуться вновь в море позитива и оптимизма, которым нас с удовольствием награждает всегда Митя Ефимов. Привет, друзья! С вами Митя Ефимов и рубрика «Хорошо». Как вы заметили, сегодня я не привычный для себя одежды. И да, мы выходим за двери полюбившегося нам спортзала. И я буду рассказывать о том, как внедрять йогу смеха и позитивный настрой в обычной жизни. Недавно мне позвонила подруга. Она директор по маркетинговым коммуникациям одного из крупнейших банков. И спросила, «Дим, а не мог бы ли ты провести у нас в компании «Тимбилдинг» йогу смеха?» Я сказал, «Конечно!» В любом коллективе важно действительно заниматься «Тимбилдингом», потому что все мы, коллеги, зашиваемся в проблемах, начинаем думать только о работе. Но все мы понимаем, что важно, чтобы мы работали как одна команда. Действительно, начинать это не очень просто. Первое время казалось, что смех – это что-то неестественное. Но в конце занятия мы смеялись так искренне и так действительно глубоко, что почувствовали некую легкость. Наверное, скажу, что у некоторых даже кружилась голова. Поэтому огромное спасибо, что так легко получилось это организовать. Мы нечасто проводим «Тимбилдинги», нас тяжело поднять. И смех поднимает с огромной легкостью. Надеемся, мы будем еще этим заниматься. Это «Тимбилдинг» потолкнул меня к мысли о том, а почему мне не внедрить йогу смеха в своем коллективе. И теперь каждое утро в отделе продаж мы начинаем с «Хо-Хо-Ха-Ха-Ха». «Хо-Хо-Хо-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Х Заканчиваем мы сегодня рубрику «Обедом» и по традиции «Лайфхак», который мне научил доктор Мадан Катария. Как он выглядит? Смотрите, делаем так. И кланяемся. После того, как мы осветили нашу еду смехом, процесс поедания пищи будет еще более приятным и полезным. А на этом все. С вами был Микки Ефимов. Увидимся в следующей неделе. Пока. Вот я понимаю, что такое работа в удовольствии у Микки Ефимов. Кстати, наша работа тоже в удовольствие. Мы ведь сейчас это все попробуем. Давайте попробуем. А пока вы будете хрустить, я хочу напомнить телезрителям, смотрите нас каждый понедельник. У нас целый цикл передач, как быть эффективным, продуктивным, счастливым, как улучшать свою жизнь и получать от нее удовольствие. Можно я еще помолчу и покушаю? Я бы по сегодняшней теме хотела бы сказать. Прокрастинация – такое трудное слово. Да, уже язык можно сломать. Я хочу сказать, что нашим хозяюшкам еще раз напомню, что прокрастинация означает отложение дел на завтра, либо на неопределенный срок. Запомните. Вместе с нами вы будете каждую передачу вот такие новомодные словечки узнавать. А самое главное – знать, как бороться с теми, кто ворует ваше время, с тем, что ворует ваше время. Ну и суметь себя мотивировать так, чтобы все у вас получилось. Вот я хочу сказать, что квашеная капуста – это суперпродукт. Недорогой, полезный. Его можно приготовить загодя. Никогда не трудно достать уже его готовым. Как он экономит время? Укрепляет нервную систему. Еще говорят, что он это самое. Гормоны, да? Увеличивает, так сказать, улучшает часть фигуры. Некоторые я даже не могу на себя, конечно, показывать. Но это наш стратегический продукт. Точно. И, кстати, для беременных, у кого сейчас ранние сроки беременности, если у вас токсикоз, вы тоже можете кушать квашеную капусту, поможет. То есть спасаться этим. Спасибо, девочки. Я с вами узнаю так много. Мне каждый раз очень-очень приятно быть в этой студии, потому что со всех точек зрения – с кулинарной, с научной, ну и с личной – мы можем осмотреть все проблемы и, соответственно, их не только проговорить, но и понять, как мы их будем решать. Я думаю, что в ближайшее время, в следующей нашей программе, мы займемся решением еще какой-нибудь очень важной проблемы. Обязательно. Да. Мы за то, чтобы все таланты, чтобы каждый человек развивался максимально, и жизнь его была такой же вкусной, как эти салаты. Ну, а пока, всем пока. Доброго дня. Хорошего настроения. Счастливой недели. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok